Итак, сегодня день явления Шри Гададхар Пандита, и это также Шри Амавасия, и это не просто совпадение, потому что это, говорят, есть Кришна, Пакша, она переходит в Шукла, Шукла значит белая, Кришна значит черная или темная. Итак, это новолуние, но новая луна, значит, если мы посмотрим на небо, то, казалось бы, мы не увидим ничего. Итак, это имеет какое-то отношение к явлению Гададхар Пандита, потому что Гададхар Пандит, он также держится на заднем плане, он молчаливый партнер Махапрабху, потому что во Вриндаване там Рада и Кришна. Во Вриндаване Радха и Кришна, и это их игры, мадурия-лилы, их сладкие игры. Ади-раса, изначальная раса, мукья-раса, главная раса, это мадурия-раса, сладкая раса. Сказано в Раманандасамваде в ответ на вопросы Махапрабху, Раманандасамваде проводя сравнительный анализ расы, какую бы кто-либо не испытывал, он думает, разве может быть что-то лучше этого? Это лучше всего. Или Гуру Махарадж упоминает, в связи со Шилой Сарасвати-такуром, когда он почитал разные виды Прасадам, преданные говорили, о, Пропады, и какое вам понравилось больше всего? Он сказал, каждое лучше другого. Итак, раса, будь это шанта, ну, в большей степени здесь мы говорим, дасья, сакхия, бацали и мадхурия, служение, дружба, родительская опека, супружеская любовь. Какую бы кто-то не испытывал, не наслаждался ей. Это отношение с прекрасной реальностью, с Кришной, он думает, нет ничего лучше этого. Что вообще может быть лучше этого? Но это не должно привести нас к полной апосинхантичной мысли. Ведь Гуру Махарадж напомнил однажды преданным, первая обязанность Радарани, каждое утро, когда она просыпается, она идет к порогу Матушки Яшоды и предлагает там свои дандаваты. Это божественные вещи. Татаставичар говорит Рамананда, то есть, через беспристрастный анализ, в каком бы кто-либо не... То есть, они все равны, каждый думает, в каком бы он не испытывал, они не испытывали это лучше всего, при этом, каждая лучше другой, но, сказано, Татаставичар означает беспристрастный анализ. И тогда можно прийти к выводу, что Шрингара раса. И это, то есть, само по себе, она известна как Мадгура, сладкая раса, она сладчайшая. Гуру Махарадж также скажет, когда мы принимаем расадам и следуя последовательности, отмеченной Бхактинута Куром в Бога Арате, начинаем с шукта, чего-то горького, томшак, баджи, жареное, шпинат, жареное. И так он говорит, они все откликаются на разные виды вкусовой палитры. И есть, если есть что-то горькое, но вкусно-горькое, есть горькое, которое не вкусно, но есть, также мы узнаем, есть вкусное, горькое, и это может усиливать сладость. Они все имеют свое положение, и это показывает, что они зависят друг от друга, но мадгура-раса считается мукья-расой, корневой, главной расой, ади, изначальной, из которой все остальное возникает. Итак, Гуру Махарадж сказал, в одном контексте все остальные расы это клиенты мадури-расы или он говорит, они спутники «Итак, во Вриндаванской лиле Рада и Кришна, но это их игры Мадури, нам говорят, Кришна-дас Кавираж Госвами, завершая Мадхья-лилу, проводит сравнение между Кришна-лилой и Гаура-лилой и говорит, Кришна-лила-мрида это сливки-сливок, сама суть, самых нектарных субстанций, то, что доступно только для высочайшей категории освобожденных душ. Из 10 миллионов освобожденных душ одна может приближаться к тому уровню. Насколько редко можно сказать, насколько это редкая область Вриндаван Чюн-Мой. Там сам воздух является редким достижением. Там все редчайшее из редкого. Редчайшее достижение. И Удава, Нарада, Брахма, Шива, они стремятся увидеть хотя бы мельком взаимодействовать с тем миром. Это часть их стремлений, внутренних стремлений и их сердец. Итак, что же такое Гауралила? Кришна Скаверадж Госвами говорит, это то великодушное распространение этой высшей нектарной сладкой субстанции Мадури расы. Это распространение этого, поэтому нам говорят. Навадвип это Вриндаван в режиме распространения вход в Кришна-лилу через Гауралилу и Раса-лила в настроении раздачи это Санкиртана Махапрабу и Панчататвы. И Радхан-Кришна и Рада и Кришна когда они входят в Аударья-лилу в настроении распространения это означает это их Ачарья-лила как Гуру они собираются раздавать эту божественную субстанцию всем. Итак, Гуру Махарадж пишет в благоприятной вступительной шлоке призваний благословений в начале Прапана Джованамритам Гуру Гуру Рупа Хари то есть Кришна в форме Гуру это Гаура Гауранга Махапрабу и почему он Гауранга как Шьяма Сундар черный красивый загадочный Кришна стал золотым сияющим Здесь это интересно потому что ручи может означать вкус но также и красоту Итак, Гуру Махарадж очень красивая поэзия он покрыт чем это дает Кришна Скавирач Госвами он охвачен окутан сердцем Шримати Радарани который является терра инкогнито для Гришны Это изумленное наблюдение за изумление что Кришна почувствовал наблюдая за Радарани пробуждило любопытство в Кришне каково это быть ей и не просто теоретически но правда каково это быть ей он хочет понять каково это когда Радарани со своим сердцем со своего рода любовью когда она видит Кришну что это делает с ней что она испытывает и когда она разлучена с Кришной что это это особенно интересно для Махапрабу Кришны не зашедшего охваченного сердцем Радарани и ее сердце сияет Кришна премой так же как песня Гуру Махарадж иногда просил Гуру Дева петь Тунгамани Мангире то что он научил песню которую он выучил в детстве своего отца Гуру Махарадж попросил в свое время это отложить на полочку и на какое-то время стареточить скорее на Бахтевиноге народами но время от времени Гуру Махарадж зная опыт Шрила Гуру Дева то что он может петь это с сердцем и Гуру Дев говорил что как стратегия если ему нужно было сделать чтобы Гуру Махарадж пришел в хорошее настроение то он пел эту песню это почти что как по умолчанию способствовало хорошему настроению Гуру Махарадж и думал а какая особенность у этой песни я спросил Гуру Дева на самом деле в последний раз когда он был в Навадвипе потому что он опять же он это ссылался я спросил что это означает он сказал на высоком холме как в Варшане на этом высоком холме у Радарани есть храм это маяк это сердце Радарани это маяк Кришна Премы освещающий все и я подумал о как это чудесно так сияет и не как когда мы слышим о сиянии о духовном свете мы не можем думать что это означает это светодиоды лампы накаливания даже солнечный свет солнечный свет это отражение того блеклое отражение духовного сияния и так когда мы говорим ее сердце сияет любовью к Кришне как мы видим в этом мире иногда когда кто-то с романтической точки зрения когда кто-то два человека влюблены и в кавычках романтическая любовь в течение тех двух недель пока она длится нет мы знаем иногда она длится дольше но в течение этого периода когда люди смотрят друг на друга они сияют они очень сияют иногда женщины во время беременности сверх сияют благодаря той жизни что присутствует в них и так нам говорят что сердце Шримати Радарани столь полно Кришна премы подобно маяку Кришна премы оно сияет вовне до такой степени что когда Кришна охвачен сердцем Шримати Радарани то сияние превращает Шьяма Сундара Кришну в Гаура Сундара Махапрабу и так теперь он золотой сердце и сияние и таково его положение но нам говорят а что что он сделал он похитил сердце Шримати Радарани и сияние связано с ним и это значит Радарани осталось без своего сердца и что же осталось если вы заберете это у Радарани а это она нелегко отдает но как мы слышали в песне Гуру Махараджа в Сарасфат Арати он говорит когда она видит Гаурангу как Кришна был обращен в Гаурангу Махапрабу и он стал таким любящим Кришну как она тогда она на самом деле улыбается немножко как улыбка и так остаток это Гададхар и так вы Ачарья Лиля это Гаура и Гададхар Кришна охваченный сердцем и сиянием Радарани и Гададхар это сама Радарани но без того что мы называем ее Вамабхавы это ее как сказать любовная оппозиция что она выражает для того чтобы улучшить усилить настроение в играх Кришны и так она очень покорна в Гауралиле это сравнимо с Рукмине если мы помним в Бхагаватам как Кришна подразнивал королеву Двараке Рукмине говоря ей что на самом деле я неподходящий муж для тебя кто-то другой был бы лучше чем я может быть нам не следует продолжать это он подразнивал ее он хотел добиться реакции с ее стороны и реакция что он получил от королевы Рукмине нам говорят она упала сознание и упала на землю подобно дереву что было выкорчевано ураганом так она отреагировала и им пришлось возвращать ее к жизни при одной мысли что она может разлучиться с Кришной и так в Гауралиле иногда Махапрабу подразнивает Гададар Пандита стараясь добиться любовного гнева такой реакции от него и Гададхар Пандит никогда не выражает такого и в стихе Гуру Пахараджа когда другой преданный с Круг Дамадар тоже пытался добиться чтобы Гададхар вышел почему ты терпишь этот нему тебе следует ответить что-то но Гададхар нет терпение будет лучше всего для меня я стерплю он знает мое сердце конечно он знает у него у него есть твое сердце он охвачен твоим сердцем в этот момент но народ там так вот говорит в своей песне Гададхар Пандит это Гаура Према собственной персоной это олицетворение Гаура Премы любви к Гауранге Махапрабу и в раннем возрасте Гададхар Пандит очень идеальный молодой человек в Навадвипе то есть если мы можем только подумать об этом что Шримати Радхарани что Шримати Радхарани родилась как мальчик в Навадвипе приняв такого рода облик и так насколько мил и очарователен Гададхар Пандит Гададхар Пандит очень хороший его очень хороший друг это Мукунда Датта Вайде и Шримас Такур и другие разумеется но Гададхар очень милый и стеснительный идеальный преданный с начала своей жизни и он видит Нимай Пандита когда он в своих играх шалости в детстве и в языкомерных высокомерные игры учености иногда нам говорят что Гададхар избегал его когда они ходили по улицам Навадвипа но Нимай Пандит специально искал Гададхар и тогда найдя его загоняя в угол Гададхара говорил Гададхар говорил ой как дела мне все нормально знаешь я думал кое о чем что ты сказал и тогда они вступали в дебат и он побеждал Гададхара унижал Гададхара в каком-то смысле подразнивая затем принимал путеположную сторону и снова это доказывал вновь до момента когда полной путаницы и унижения и Гададхар пытался избежать этого мальчика немай пандита но думая его сердце было предрасположено к тому чтобы думать он такой идеальный во всех отношениях такой красивый очаровательный невероятно красивый и очаровательный и разумный и идеален во всех отношениях только один недостаток не преданный Кришне потому что он не показывал этого еще он скрывал свое положение как преданного и свою божественность и все остальное это их игра Гуру Махарадж сравнил это с игрой в прятки как дети дети играют в прятки и кто-то пытается найти другого и в Кришна-лиле они не зашли из Кришна-лилы в этот мир и Пундариквидья Нидхи в Чатрограмме а это в наши дни это Бангладеш по-настоящему даже не на карте в духовном антологическом смысле вот почему он там и родился Мухунда Датта также получилось так что он происходит оттуда все устроено идеальным образом но благодаря сладкому влиянию Йога Майи они обнаруживают друг друга и это делает это еще более красивым не то что все все знают о каждом друг о друге но они как бы постепенно наблюдая друг за другом они в своего рода божественной иллюзии забыв о том кто они такие Маха Вишну как Адвайт Ачарья Баларам как Нитянанда сказано в песне в обществе Абадута Нитянанда и Яшода явилась как Шачи и все в Ришабану Бахарач как Пюндарик Видья Нитхи и Радарани на самом деле как Гададхар Пандит нам говорят Канти Сияние как Гададар Дас и столь многое Хирам Такур Субал Шридам там все эти главные пастушки и так они обнаруживают друг друга и даже они обнаруживают кто такой Махапрабу когда он как нам говорят а однажды когда Гададхар Пандит спросил думаю это будет хорошо чтобы Нимай помочь ему в преданности если я куда-то отлучусь то он мог бы поклоняться моему божеству поэтому было бы хорошо чтобы он следовал пути преданности но Нимай Пандит тогда он принял омовение на нее стилоку поундру тилоку и он обратился к божеству Кришны это уже после того как он начал показывать свое настроение преданности и Махапрабу начал плакать беспрестанно нам говорят как обычно ганга исходит из лотосных стоп Господа но в Гауралиле она исходит из его глаз в форме слез и это портит его одежды тилок и ему приходится снова принять омовение помыться нанести тилоку свежую одежду пытается обратиться подойти к божеству и после многочисленных попыток он говорит Гададхару или посылает весточку Гададхару что я столь неудачлив что я не могу поклоняться божеству какого рода неудача это после того как он вернулся из Гаи он начал показывать свою грань преданности и преданные думая потому что тогда он обрел связь с Ишварой Пури учеником от Кавендры Пури и они увидели это преображение что произошло и подумали о может быть по милости того великого преданного Ишвары Пури преданность ныне явилась в его сердце они думают много разного когда новости достигли Адвайта Ачария который призвал Господа Господь услышал его настойчивый зов иногда говорят он говорит я лежал на молочном океане где-то на Байкунхе где-то 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 Адвайта Ачария привел его сюда вниз и когда он начинает проявлять свое настроение преданности оно начинает проявляться тогда Адвайта Ачария говорит всем его аватар он не зашел и это интересно он уже был в Новодипской Лиле Адвайта был там еще во время его рождения и всем этом но когда он начал показывать это настроение преданности он говорит он пришел он не зашел и преданные почувствовали большое вдохновение да теперь снимай пандитом с Гаура Хари во главе мы победим атеистов мы они были очень вдохновлены и они Гададхар пандит когда новости дошли до него что немай пандит словно безумный стал влюблен в Кришну и ищет Кришну он подумал я должен это увидеть как необычно и он отправился в дом Шукламбара это было в доме Шукламбары и у них там был Киртан и тогда слезы струились из глаз он взывал где же Кришна и Гададхар прятался в комнате он просто хотел услышать какого рода вещи тот будет говорить и тот говорил о преданности он говорил что такое чистая преданность он цитировал многие вещи пел так много песен выражал столь много божественных чувств и жалобно плакал где же Кришна где же Господь моего сердца Гададхар он потерял сознание в средней комнате рухнул и все преданные рухнули упав друг на друга и там был немай пандит и немай пандит а кто кто там упал в той комнате и они сказали Гададхар пандит о и тот Гададхар в другой раз когда Махапрабху начал показывать эти сильные чувства преданности разлуки с Кришной он говорил где Кришна в подобном ребенку и кстати в экстатическом состоянии он жалобно спрашивал преданных где же Кришна победитель моего сердца и никто не может успокоить его и Гададхар пандит подошел и сказал он в твоем сердце вот где он он в твоем сердце и немай пандит начал разрывать на себе кожу он хочет разорвать свою грудь чтобы найти Кришну в своем сердце и Гададхар пандит останавливает его и Гададхар пандит очень сладко и хорошо начинает объяснять что Кришна идет успокойся Кришна идет и Махапрабу затих нам говорят матушка шачи которая боялась приблизиться к нему когда он такой увидела о я никогда не видела такого разумного мальчика как Гададхар пандит и это несомненно никогда не видела такого разумного мальчика ты должен навсегда остаться с ним вот чего я прошу у тебя и конечно Гададхар пандит хочет остаться с Махапрабу навсегда даже когда они направились в Пури после принятия саньяса Махапрабу на самом деле он хочет мы знаем что с того дня с мгновения когда он принял саньясу он хочет отправиться в Уриндаван день когда я получил саньясу у Шрилы Гуру Махараджа каким-то образом у меня не хватало какой-то одежды или еще чего-то а да потому что я не мог носить те одежды что были ранее и так мне нужно было после того как все закончилось Гуру Махарадж услышал мантру имя огненное жертвоприношение это долго идет Кришна Шарана ранее Махарадж я всегда помню ту часть когда говорят никогда нельзя спать в полдень должен сказать что никогда не будешь спать в полдень и многие другие вещи по какой-то причине это каким-то образом ярко стоит в моем уме но я помню в какой-то момент и так принесите другую одежду и Харичаран Прабу а куда ты идешь я сказал я должен пойти у меня будет нет другой одежды и он сказал для того кто только что принял тот кто только принял саньясу не должен сразу же отправляться на рынок он так я так да вы правы Махапрабу хотел отправиться во Вриндаван он говорил да что с тобой не так он пытается отправиться во Вриндаван и благодаря притяжению любви и нежности преданных он не может вырваться с орбиты вокруг них это гравитационное притяжение удерживает его на орбите и он в пуре и один год два года годы продолжают идти и он продолжает стараться напоминать преданным дать ему разрешение отправиться во Вриндаван и для них это разбивает сердце и когда наконец Гадхар Пандит подошел и они поняли что Махапрабу смотрит на Гадхара на самом деле думая на самом деле из-за тебя я не могу отправиться на самом деле дело в тебе твоя любовь и нежность вот что удерживает меня и Гадхар Пандит говорит несомненно твоя воля проявит себя и ты должен отправиться поэтому мы понимаем что ты пойдешь ну прямо сейчас идет Четрумась и это самое худшее время для путешествий и это всего лишь 4 месяца поэтому отложи на 4 месяца и останься с нами здесь и Махапрабу не мог противиться остался нам говорят помните что Шримати Радарани это самый лучший повар всех времен когда-либо где бы то ни было никто не может готовить как она она готовит Манухарладу много разных вещей и просто ради пуранических лилических соображений говорят есть предлог почему Матушка Ишода могла задействовать ее в служении чтобы готовить обед для Кришны у нее есть благословение Дурвасимуни чтобы все что она готовит будет обладать вкусом сладким как нектар и так Тара Дарани и все эти вещи Бхакти Вино Такур описывает в своих песнях и других местах и Гададхар Пандит как называется Ямешвар это часть пури и у него божество Копинат Кришна как Копинат Тота Копинат и он готовил и приглашал Махапрабу от обеда и нам говорят что иногда Нитянанда Прабу приносил ингредиенты и отдавал их Гададхар Пандиту и тогда Гададхар Пандит приглашал Нитая и Гаурангу на обед и Гададхар Пандит принял Кшетра Саньясу что означает что он никогда не покинет Пури и когда пришло время чтобы Махапрабу наконец-то отправился во Вриндаван то Гададхар Пандит отправился вместе с Махапрабу и они уже вышли за пределы Пури и Махапрабу говорит ты не можешь так поступить ты не можешь со мной так поступить ты должен вернуться ты дал обед Кшетра Саньясу и ты должен остаться и Гададхар Пандит говорит пусть моя Кшетра Саньяса катится в ад на самом деле Где бы ты ни был, все святые места, места там и находятся. Что это за кшетра саньяса? Что это? И Махапрабу пришлось настоять, чтобы Гададхар-пандит не сопровождал его во Вриндаван. И Гуру Махарадж отметил, что Радарани — это королева Вриндавана в этом смысле. Так как же она может вернуться во Вриндаван, как мы говорили вначале, без своего сердца? Невероятно болезненная ситуация. Итак, Махапрабу настоял, и Гададхар-пандит потерял сознание. И кто был, быть может, Сарабхаму Батачария, он помог Гададхар-пандиту поднялся и вернуться. И Гададхар-пандит говорил, «Я пойду навещу Шачи Маату». Но когда мы слышим, Гуру Махарадж говорит, то, что осталось, когда Кришна украл сердце сиянище Матирадарани, то то, что осталось, это Гададхар-пандиты говорят, это как фоксимиле или как мертвое тело, как пустая оболочка, подобно Нишкинчану Папра Шайке. Когда, допустим, у человека есть сумка денег, какое-то невероятное богатство, и кто-то украл это, и теперь у него осталась только пустая сумка, и он вечно бегает, бежит за тем, кто забрал у него деньги, пытаясь вернуть свое богатство. И говорят, вот это что-то вроде этого, потому что возникает онтологическая дилемма, с которой мы сталкиваемся, когда рассматриваем, как Кабирадж Гасвами сравнивает Гададхар-пандита с Рукмин, и ведь в целом, говорят нам, мы понимаем о трупах Гасвами, что Радарани проявляются вовне, в Двараке, как Сатьябхама, вместе с своей Ваамабхавой, с этой любовной оппозицией, способностью идти против, не соглашаться. Итак, сердце во Бриндаване выше всего, выше интеллекта, но их положения обращаются в Двараке, там интеллект, значит, королева Рукмини, выше, и сердце находится на втором месте, ниже Сатьябхама. И почему же тогда Кабирадж Гасвами сравнивает Гададхара с Рукмини? Это потому, что у него есть эта скромная природа, склонность подчиняться, о чем мы упоминали ранее, тогда это возможно. И Гуру Махарадж дал это оригинальное объяснение, это еще одна оригинальная концепция и объяснение, что пришло от Шрилы Гуру Махараджа. Итак, и находясь в горе, опять же, все эти вещи невероятны. Поклонение Гаура Гададхару, Гуру Махарадж говорит, это словно двойная доза Мадурия Расы. Когда мы были в Лахте со Шрилой Гуру Дэвом, я просто помню, он произнес там эти слова, он сказал, говоря о, знаете, у Бхакти Венода, поклонение Бхакти Венода, его божество, которому поклонялся, это Гаура Гададхар, как мы часто видим, Гаура Нитай, но у него были Гаура Гададхар. Но, чтобы неофиты не имитировали это и не пытались войти туда, Гуру Дэв назвал это так. Он сказал, поклонение Гаура Гададхару, это частная комната, частные покои Бхакти Венода Такура, частные, закрытые, очень интимные, что-то очень высокое. И тот Гададхар-пандит во Вриндаване устраивал чтение Шримад Бхагвата, подумайте об этом. Радхар-рани читает Бхагаватам и объясняет его. Что вообще можно было бы сравнить с этим? Радхар-рани объясняет Шримад Бхагаватам. Гуру Махарадж в своей шлоке для одной коллекции как Бхагаватам Такур по вдохновению и указанию Сфрубдамадара составил Бхагаватар Камаричи Маму. Бхагаватам в целом считается состоящим из 18 тысяч шлок. И сам Бхагаватам говорит. Когда мир погружается во тьму Кали-юги, то когда Кришна оставляет этот мир, переходит в следующую вселенную для дальнейших игр, мир погружается во тьму Кали-юги, тогда Шримад Бхагаватам восходит подобно Солнцу. Освещая все стороны, мы можем сказать, что 18 тысяч шлок — это 18 тысяч лучей. Бхагават Такур решил по вдохновению и указаниям Сфрубдамадара он взял одну тысячу лучей из Солнца Бхагаватам и дал особую структуру, объяснение. В особенности он отмечает, что Сфрубдамадар он прежде всего объяснил те шлоки Бхагаватам, где самбанха, апхидеи, прайоджан. Итак, Акуру Махарадж почувствовал вдохновение собрать 300 шлоков. А, да. Он не завершил этот труд, но он написал вступительные шлоки. Одна прославляющая Вьясадейва, одна Радарани. Не таким образом, но одна Гададхару Пандиту. Нам говорят, потому что, когда он давал эти объяснения, то иногда также Гададхар Пандит и Махапрабу, лишь они вдвоем на берегу океана, в Куре. и там Гададхар Пандит выбирал, как сказать, снабжал Махапрабу избранными шлоками, чтобы облегчить разлуку, что тот переживал в своем сердце. Гададхар Пандит и Махапрабу избранными шлоками, когда Шрила Свами Махарадж, после того, как успешно представил по всему миру, успешно представил по всему миру движение сознания Кришны и вернулся в Индию, с этим огромным успехом. Его встретили на Новодибской железнонарушной станции группа Шрила Гуру Махараджа и группа Шрила Кешао Махараджа. Вместе они встретили его, и они остановились в Махе Шрила Кешао Махараджа по дороге в Шри Читане Срасваат Мах. И тогда Ачютананда Махарадж получил уникальную возможность увидеть, как общаются между собой Шрила Праупада и Шрила Штара Махараджа. Разумеется, это общение было на Бенгале, и он в какой-то момент спросил Шрила Праупаду, а что обсуждали вы с Шрила Шрила Штара Махараджа? И Праупада отвечал, если б я рассказал тебе, ты бы потерял сознание. Он продолжил, у него есть очень глубокие реализации, и у Кришны им сказал многие другие вещи. Он сказал, вот, я хотел бы обратить внимание на это, если б я сказал тебе, ты бы потерял сознание, и Гуру Махарадж объяснил это. Это означает, что ты не сумеешь поддерживать сознание в этом мире. Итак, один раз, как-то после обеда, когда Шрила Гуру Махарадж, Гуру Дэйв иногда, он приходил и зачитывал ему почту, не так много людей в это время, неформальная обстановка во второй половине дня. И в один такой день я сидел у Шрила Гуру Махараджа, он сидел на своем кресле, направленном в сторону божеств, и Шрила Гурина Махарадж был там. И я сказал, мне интересно, а вот те вещи, о которых Слами Махарадж сказал, что ты потеряешь сознание, если услышишь их, то каков был бы образец этого, или что могло бы быть, чем-то вроде этого. И тот улыбался, и Гуру Махарадж сказал, что, что? И Шрила Гурина Махарадж сказал тогда, Гуру Махараджу, «Госвами Махарадж хочет, чтобы вы заставили его потерять сознание». И Гуру Махарадж так, что? «Госвами Махарадж хочет, чтобы вы заставили его потерять сознание». И тогда он объяснил ему, что я сказал, и это в связи с теми словами. И я услышал, как Шрила Гуру Дэв и Гуру Махарадж, они обсуждали между собою разные вещи, которые Гуру Махарадж мог бы сказать, которые он мог бы сказать в ответ на эту необычную просьбу. И тогда Гуру Махарадж процитировал эту шлоку, что он написал для вступления к своей коллекции шлок, и она указывает на критерии выбора. Это пранама Гададхар пранам. Это пранама Гададхара. И он говорит на берегу широкого голубого океана, когда мы слышали, что Апуре пископ Нила Чала Нила означает голубой, Нила Чала, Нила Чала Чандра. И это как шапфирового рода голубой цвет. Итак, на берегу этого широкого голубого океана Тата, значит, на берегу. Сва-ви-раха. Он говорит о Махапрабу и говорит, он испытывает разлуку сам с собой. Это указывает на то, что он охвачен сердцем и сиянием Шрима Тирадарани. Вот, каким образом он испытывает глубочайшего рода разлуку с Кришной. Это, на самом деле, внутренняя причина, почему он не зашел. Его не интересуют игры встречи с точки зрения Кришны. Он Кришна, он уже знает все об этом. В бесконечной степени. Он знает это. Но здесь Сва-ви-раха, чувствуя разлуку с самим собою, и Кшипанвитам Бандапам означает «в обществе своего лучшего друга». И кто это? И Кададхар Пандит, как друг, когда друг чувствует, как сказать, сердечную боль, его сердце разбито, и сильнейшая боль, сильнейшую боль разлуки со своей возлюбленной, то тогда испытывающий сострадание к нему друг приходит к нему и может дать ему что-то опьяняющее, чтобы облегчить боль того. И что же это за опьяняющее здесь? Нам говорят «Бхагават, Кадха». Эти шлоки Бхагаватам, они подобны опьяняющему веществу. Сва-бхагавати, ката-мадирайя, сан-джи-вайан-бхатья. Десятый этап разлуки — это смерть. Почему этого не происходит? Потому что преданные, даже хотя они чувствуют, что они не могут продержаться более ни мгновения, в разлуке с Кришной, что они умрут, но все же они знают, что если бы они умерли, то это доставило бы неудовольствие, не счастье Кришне. И поэтому они в этом смертоподобном состоянии напряженной сердечной боль в разлуке с Кришной. Итак, сан-джи-вайан значит возвращающая жизнь. Итак, этими шлоками, эти шлоки, Гададхар Пандит дает как опьяняющее вещество, эта опьяняющая красота и очарование этих шлок возвращает того из подобного смерти состояния разлуки. И когда Гададхар Пандит делает это, помните, Радарани выбирает шлоки и с Бхагаватом, как может, она одна. И нам говорят, в целом, обращаясь к Бхагаватам, прежде чем мы начнем читать, нам следует взять цветы и предложить цветы Бхагаватам, вознести молитву, предложив себя в качестве инструмента служения для того, что Бхагаватам захочет выразить. И здесь, когда Гададхар Пандит выбирает эти стихи и рассказывает их от всего сердца, Махапрабута нам говорит, что слезы текли из глаз Гададхар Пандита, как лотосные слезы. Они текли по лицу Гададхар Пандита и падали на страницы Бхагаватам, подобно тому, как вы предлагаете цветы Бхагаватам. Но поскольку это слезы, то они смывали буквы шлок. Но это словно слезы Гададхар Пандита, это подношение страницам Бхагавата. Итак, Шрила Гуру Махарадж сказал, так пусть же то, что я предлагаю здесь, пусть это станет подношением для этого лучшего из гусваминов Гададхар Пандита. Это моя цель. Тот Гададхар Пандит, который обладает такой способностью, пусть это станет подношением ему. И это дает нам намек, указание на критерий выборки шлок из Шрила Гуру Махараджа. И тот Гададхар Пандит услышал от Махапрабу просьбу обучить Бхагаватам Шрила Гуру Махараджа. Придет кто-то, кто позже станет как Чернива Сачария после меня и тебе следует научить своему Бхагаватам его, Чернива Сачарию. И Чернива Сачария пришел в Пури и встретился с Гададхар Пандитом. И он был столь нетерпелив, с нетерпением ждал, что он станет учеником Гададхар Пандит, и Гададхар Пандит объяснил, когда я читал для Махапрабу, то мои слезы смыли эти шлоки, в особенности те, которыми я хочу обучить тебе, поэтому тебе нужно заказать новый Бхагаватам. И в те дни нужно было отправиться назад в Саптаграм или где-то это было в области Навадвипы. И на это уходит какое-то время, чтобы кто-то записал. Даже если, сказал Гуру Махарадж, говорит, 14 тысяч сохранилось из 18 тысяч шлок, и так все эти 14 тысяч шлок записать уходит какое-то время, чтобы сделать это. И потом, ко времени, когда Чернива Сачария вернулся с таким нетерпением, чтобы выучить, чтобы стать учеником, Гададхар Пандита, сын Адвайта Ачария Чутананда, был учеником Гададхар Пандита и другие. Но к тому времени Гададхар оставил мир. И это было сокрушительным ударом по Шринива Сачарии. Он потерял сознание, думал, что же делать. Он решил отправиться в Овриндаван в поиски Рупы Госвами. Когда он прибыл в Овриндаван, то там был большой кирт, он подумал, может быть, во время путешествия я не заметил, что сегодня в Панджике, в календаре праздник, ему сказали, а, разве ты не слышал? Рупа Госвами оставил мир. И это было перебором для него. Чересчур для него он потерял сознание, но пришел он к себе в Ашармей Дживы Госвами. И Джива Госвами обучил его Шриман Бхагава. Но тот Гададхар Пандит, Валабхачария, великий ученый, знаток Бхагаватам, его интерпретатор, Махапрабу до какой-то степени признавал, даже хотя только но одновременно он очень гордился своим знанием. И все преданные Махапрабу в целом игнорировали того Валабхачария. Но он говорил, и это сравнивалось подобно тому, как утка в обществе множество благородных лебедей. Вокруг лебеди преданные и он как одна грякающая утка среди них. И когда раньше, когда мы видели густей в Мадхе в Навадипе, то Гурудеф называл их бенгальские раджахамсы. Это просто шутка такая, потому что они не лебеди. И он однажды сказал о... Он сказал... Это поскольку парамахамсы это высочайшего рода преданные и репутация, но даже хотя у них появляется такая репутация, но они демонстрируют некое иное поведение. И Гурудеф говорил, это будет уже не первый раз, когда лебедь парамахамса оказался гусем. потому что они издают ужасный звук, который способен оценить только Матусудан Махарадж в своей щедрости. Но так или иначе тот Валабачарья, он пытался восстановить свой престиж, он думал, Махапрабу отказывается слушать мое объяснение Кришнама и Бхагаватам, но есть Гададхар пандит, и он очень послушный и милый, он сказал, пожалуйста, ты выслушай меня, если ты выслушаешь мои объяснения, и Гададхар пандит подумал, о нет, это нехорошо, Махапрабура сердится, и он пытался сделать что угодно, как угодно, лишь бы избежать этого, то Валабачарья очень с большой силой он вынудил Гададхар пандита слышать эти вещи, и Гададхар пандит начал взывать, о, Кришна, спаси меня, и тогда Гададхар пандит подумал, Махапрабу пребывает в моем сердце, и он знает, что я не хочу слушать этого, я не хочу находиться, это мне навязано, он должен это знать, он в моем сердце, и он понимает, и это правда, но Гададхар пандит сказал, он поймет, но, подумал он, некоторые из его последователей не поймут, но Гададхар пандит остался, действительно остался в пуре по указанию Махапрабу, и поклонялся божеству Тота Гупинадха, и нам говорят, Гададхар, на самом деле, это высокое божество, и когда Гададхар пандит постарел, ему стало трудно надеть гирлянду на божество, и потом поставить флейту, поэтому, когда Гададхар пандиту стало тяжело, он однажды вошел в комнату божеств, и божество там сидело, было в сидячей позе, и тогда он мог как бы легко надеть гирлянду, поставить гирлянду, и все. Но есть разные описания того, как Махапрабу ушел из этого мира, и Гуру Махарадж однажды сказал, они все могут быть правдой, Господь может показывать разные пути разным людям, духовным и материальным, духовным, духовным, и материальным, и один из способов, говорят, они увидели, как он однажды зашел в храм, однажды он бежал в божество Джаганадха и так и не вышел, а кто-то слышал, как он шел по небу и ушел в небо, но нам также говорят, что он вошел в божество Тотагубинат. И для тех из вас, кто были в Пуре, если вы подниметесь очень рано, то в Пуджаре там пододвинут одежды на божествах, и там золотая отметинка на на лодыжке, на бедре божества, говорят, что вот это Махапрабу. Гуру Махараш говорит, все эти варианты могут быть возможны, но поскольку Махапрабу заставил пообещать Гадхарападита, чтобы ты сохранил, чтобы тот сохранил свой обет. Если ты сохранишь свой обет, то я всегда буду с тобой. и мы можем понять, благодаря преданности, благодаря сердцу, Гадхарапандита обладает такой силой притягивать Махапрабу. А какой был вопрос? Вопрос Павана Кришна, Прабху. Вопрос Павана Кришна, Прабху. Гадхарапандита Гадхарапандит получил инициацию у Пундарика Видьянитхи. Каков внутренний смысл этой лилы? Как бы ни был счастлив Махапрабу в Навадвипе, как мы говорили недавно, он также ждал, когда Нитянанда Прабху. Он был рад преданными там, но, разумеется, он хотел быть со своим возлюбленным Нитянандой и другими. И иногда преданные слышали, как он плакал Баб и Баб значит отец. Но сперва они подумали, Пундарик, это же имя, как Пундарик Акша означает лотосные глаза. Это имя Кришны. Господь, чьи глаза? Итак, если он взывает Господа, он говорит, Баб, Отец, как Отец Кришны, или что? Они думали, что это за Пундарик. Но этот Баб, они начали понимать, услышав от Махапрабу, что это, этот Пундарик, это великий преданный. и услышав, увидев, насколько сердечно его жажда получить, обрести общение с Пундариком Веденитхи, породило огромное рвение в преданных встретиться с этим человеком. И Пундарик Веденитхи был в Чатрограмме, в наше время это Бангладеш, и ганга там не течет, поэтому он был богат, и он поддерживал себе место проживания и в Новодвипе, и он приезжал в Новодвипу, и там поклонялся ганге. И нам говорят, что он никогда не входил в гангу, не касался ганги своими стопами, он просто склонялся и немножко вечером себя сбрыгивал, он никогда не любил смотреть, как люди используют воды ганги для стирки, помывки и так далее, он просто вечером приходил ганге, иногда сбрызгивал на себя водой, иногда пил чуть-чуть ганга-джала, и очень трогательно он показывал столь большую преданность ганге. И зная Мукунда Дат Вайдья, то есть доктор Мукунда, он был родом из его родного города, и он знал о его величии. Один или два преданных были таковы, они по-настоящему знали, кто он. И услышав, что он приезжает в Новодриб, он, Мукунда, сказал Гадатхар Пандиту, хочешь ли ты встретиться с по-настоящему высоким, подлинным, глубоким Вайшнавом, Гадатхар Пандит ответил, разумеется. Итак, он отвел его на встречу с Пундариком Витянитхи, но когда тот пришел туда, он увидел перед собой, как тот показывал себя как грубого материалиста Вишай, то есть он был одет в роскошные шелковые одежды, его волосы были умасленные, он жевал пан, его губы красные, у него вокруг чашечки для плевания, он едет на паланкине с шелковыми подушками, и он курил куку, и казалось, что он сама противоположность Вайшнава, и Мугунда говорит, вот твой Вайшнава, и Гадатхар Пандит такой, и Мугунда Датт вот думал, а, я понимаю, Гадатхар испытал некое опасение, увидев это очевидное проявление чувственности, и тогда Мугунда о нем Махапрабу ему говорил, твой голос пропитан Кришна-премой, и когда ты поешь, то Кришна-према распространяется. Всегда Мугунда пел в играх Гауранги Махапрабу в положении ведущего певца. Итак, Мугунда подумал, Пундарик Видянитхи скрывает себя, как будто бы он грубый материалист и наслаждающийся чувствами сидит на своем кресле и курит хуку с плевательными чашечками, умасляными волосами. Откуда этот мальчик? А, это Гадатхар Мишра. Очень замечательный юный мальчик, преданный, был предан всю свою жизнь, но Гадатхар замерз на месте от опасения и Мугунда подумал, мне нужно сделать что-то, что проявит Пундарик Видянитхи, выведет его наружу и он начал петь одну шлоку из Бхагаватам. джигам сая пая дапья садви ле бхегатим дат ручитам татоням кам ва дай лум шрананам брадима. Это когда Уддава обратился к Видуре. Уддава был предан Кришне с самого детства. Он думал об играх Кришны. в разлуке с Ним и сказал так кто же более достойный Господь нежели Кришна? Кто может быть более милостив чем Кришна? Он сказал Путана Ракшаси колдунья Путана обернувшись милой кормилицей подошла с разрешения Яшода и Рухини вошла в комнату для кормления Кришны и она отравила свой сосок и она начала кормить грудью Кришну с намерением убить его. Да? Это уже ужасно. Если подумать об этом. И она выглядела так красиво помимо всего прочего ей сказали надо заходить. Итак, Кришна высосал яд с ее соска, высосал молоко из ее груди и высосал жизненный воздух прану из ее тела. И она уже пыталась оттолкнуть его, а он своими руками, крошечными руками, которые очень сильные, потому что он всемогущий. Она не могла оттолкнуть его прочь, и она потеряла, вернулась в свой обычный облик, а это ужасно выглядящее ведьма существо. Но что же сделал Кришна? Он повысил ее до положения матери в духовном мире. Итак, Удова говорит, так кто же более милостив, к нему обратились с намерением убить, и он, кого-то освобождает, и та оказывается еще и в положении матери. Что уж говорить, если обратиться к ним просто с нейтральной точки зрения или с некой благосклонностью, в настроении служения, друга, родительского. понимаем, каждое все более как это землетрясение, каждый уровень. Там есть слово, там есть уровень, то, как уровень, как они усиливаются, они не просто немножко повышаются, но там 4 это намного больше, чем 3, и 5, намного больше, и так далее, я забыл слово. Близко. 4 это не просто немножко больше, чем 3, это магнитуду, но да, шкала Рикера, но есть какое-то слово, связанное с величиной, так или иначе, вы поняли, как оба идея, вот что он говорит, если вы обращаетесь к нему с намерением убить, то вы получаете такого рода результат. Что уж говорить, если вы обратитесь к благосклонности или с братской любовью, родительской любовью, с бружеской любовью. Итак, когда Пундрик и Денинхи услышал это, он стал переживать преображение экстаза и стал взывать, кто же более милостивый Господь, чем Кришна, и его сердце начало выражать себя в экстатическом преображении и он отбросил хуку прочь и отбросил прочь все подушки, вырывал свои одежды, рвал на себе одежду и взывал и слезы полились из его глаз и он вошел в глубокое состояние экстаза. Это выглядело словно он покинул мир на шесть часов. Итак, внезапно Гададхар пандит увидел «О, что же я натворил? Высочайшего рода преданный, а я о нем подумал оскорбительность». Но он подумал «Но как же преодолеть такого рода ващенную аппарату?» Говорят, что если ты становишься чьим-то учеником, то они прощают все ваши оскорбления. Итак, когда Пундарик Ведянитхи вышел из своего шестичасового транса, то Мукунда говорит «Гададхар хотел бы получить у вас посвящение». О! И он получил разрешение Махапрабу, и Махапрабу очень жаждал встретиться с Пундариками Дянитхи, Пундарик Ведянитхи пришел к Махапрабу и вошел в счет, но они обняли друг друга так сильно, что выглядело словно Махапрабу слился, влился в тело Пундарик Ведянитхи, что они стали одним. И Махапрабу сказал ему «Сегодня я увидел океан Кришна-премы собственной персоной». Поэтому, хотя его имя Ведянитхи, что значит океан види или знания, он сказал «Махапрабу назвал его према-нитхи, океан Кришна-премы». Итак, Махапрабу говорит «Теперь моя жизнь стала совершенной, я увидел его». Итак, почему же Махапрабу назвал его отец? Это потому, что он в настроении, в сердце сияния Радарани, а Бришабхану Махарадж в Офриндаване это ее отец. И Бришабхану Махарадж явился в Гауралиле как Пундарик Бидьянитхи. И когда Гададхар пандит спросил Махапрабу разрешения получить посвящение, инициацию у него, он сказал «Конечно, он же твой отец». пристал мороз, И лед в инициации « конец». Субтитры создавал DimaTorzok